МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...выделение дополнительных финансовых средств на женское предпринимательство. Давайте с этого и начнем. Да, кстати, у нас будет Алмата. Мы предпринимательницу пригласили к нашему эфиру. Она тоже прокомментирует вот эту инициативу. Пока, Лязан Клинхун, давайте самое основное. Что-то будет меняться в условиях предоставления данных кредитов или нет? И насколько эффективна была прошлая реализована программа? Стартовала эта программа буквально в конце июня месяца. И за этот промежуток времени председатель правления Халыкбанка Умут Бладхана на нашем конгрессе объявила, был подписан меморандум. И с конца июня сумма должна была быть распределена до конца года. 1 миллиард тенге. Сегодня мы видим о том, что уже эта сумма освоена. 987 освоена. И на той неделе принято было решение Халыком, Халыкбанком, что выделяется дополнительный миллиард тенге на кредитование женского предпринимательства. Давайте я вопрос господину Толпаку задам один. Если можно, все-таки, в связи с чем Халыкбанк так активно участвует в данной программе? И самое главное, насколько доступны будут эти кредиты для женщин? Спасибо. Почему мы приняли решение все-таки участвовать в этой программе? Продолжить это, как я сказал. Вопрос истекает с самого начала, когда мы объявили о первом транше в размере 1 миллиарда тенгена именно на женское предпринимательство. Мы объявляли о том, что мы на самом деле очень сильно верим в женское предпринимательство. И у нас исторически так было сложено, посмотрите, про развитие нашей страны, что женщины очень активно себя показывают именно в бизнесе. И по многим показателям и по качеству портфеля мы видим, что женщины предприниматель не только не уступают, а во многом даже и превосходят, скажем, своих коллег-мужчин. Поэтому мы смело пошли в этот проект именно на льготных условиях. И по истечении вот этих двух месяцев мы увидели просто по статистике очень большой спрос на данную программу. И было проконсультировано очень большое количество женщин-предпринимательниц, приняли очень большое количество заявок. И мы видим, что практически все, кто подал заявки, они проделали очень еще огромную работу по сбору документов необходимых, по написанию бизнес-плана. Вся эта работа, все эти ресурсы, все это время не может быть потрачено зря. И для того, чтобы удовлетворить весь спрос, мы приняли решение все-таки выделить еще один миллиард тенге, для того, чтобы никого не оставить разочарованным. Хороший момент. Давайте послушаем нашу предпринимательницу из Алматы. Здравствуйте, подключайтесь, пожалуйста. Вы на связи. Я бы хотел узнать, вы участвовали в этой программе? Или у вас есть планы поучаствовать, получить деньги под процент 5-7? Такая ставка, 5-7%. Ну, я пока еще не участвовала, но я полагаю, что я буду участвовать, потому что, мне кажется, и наиболее, наименьшая процентная ставка вообще кредитования в стране, по-моему, именно по этой программе. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Я знаю, что у вас войлочное производство. Я думаю, что для женщин особенно... Да-да, говорите. Да, я занимаюсь... У меня малый бизнес. У нас мастерская, которая занимается производством изделий из войлока, его продвижением и не только в нашей стране, но и за рубежом. Также мы, наша компания возглавляет Центр ремесников «Казак-Конер», который впервые создан в Казахстане и объединяет, скажем, инициативы, решает вопросы ремесников всего Казахстана. Я считаю, что данная программа как раз-таки может очень способствовать развитию бизнеса среди ремесников, которые до сих пор, в общем-то, только-только учатся создавать ИП, и ТО, и для них не будет страшно брать, скажем, такие кредиты под наименьшие проценты в нашей стране. Но все-таки здесь у нас речь идет о микрокредитовании, не больше 10 миллионов. Вот сколько вы можете взять, например, и как это вам поможет в вашем бизнесе? Как раз-таки я могла бы взять все 10 миллионов, которые предлагаются, потому что мы готовы к расширению своего бизнеса, во-первых. Есть очень большой спрос в регионах открыть какие-то филиалы наши. И сейчас, если посмотреть вообще на статистику, среди ремесников все-таки больше всего женщин. И очень радует то, что именно вот эта программа, во-первых, началась под, скажем, предводительством нашей уважаемой Умут Буатханы, которая возглавляет Совет деловых женщин города Алматы, членом которого я являюсь тоже, как ремесленник. Вот можно вам, Лязат Крикмун, вопрос. Все-таки здесь вот речь идет о том, что надо и не только финансовую поддержку оказывать, но и дополнительно как-то подталкивать, что ли, женщин к тому, чтобы активно развиваться. Что здесь у нас палата и ваш совет делает в этом плане? Вообще, наверное, для Казахстана понятие бизнес, так же, как в целом для такой самостоятельной страны, которая утверждается уже в мировом сообществе, очень важно бизнес-мышление. Бизнес-мышление формируется не у каждого гражданина Казахстана, и я точно знаю. Есть определенная категория людей, которые, ну, априори просто чиновники, менеджеры. Бизнесмены – это 10%. И чтобы у человека появилось бизнес-мышление, вера в себя, чтобы он стал чемпионом, а чемпион тот, который может за собой людей повести, в которого верят, нужно обязательно ему знания. Иногда даже не деньги важны, сколько знания. Поэтому, наверное, основная, почему эта программа и стартовала, потому что Национальная палата предпринимателей взяла на себя именно обучающий сегмент. Все женщины, которые приходят за микрофинансовым, просто услышав по телевизору, они первично приходят в Национальную палату в региональные наши дирекции, получают необходимую помощь в виде поддержки по написанию бизнес-плана, осуществить даже элементарные маркетинговые исследования своего региона, нужна эта прачечная или нет. Действительно, бизнес… Сейчас мы говорим о микрокредитовании. То есть это сейчас работает вот так? Если хотят снять у вас деньги, то приходят сначала к вам? Они приходят в Национальную палату, если даже приходят в Халык-банк напрямую, то есть специальные подразделения в Халык-банке, которые дают консультацию. Бизнес-план, например, сырой. То есть вы, например, направляете сразу в Национальную палату. Так получается? Каждое обращение индивидуальное, но в принципе мы разработали механизм взаимодействия с Национальной палатой, с Советом делов и женщин региональными и координируем эту работу. То есть наши центры малого бизнеса в филиалах, они очень тесно коммуницируются с региональными Советами деловых женщин. И каждого обратившуюся предпринимательницу мы стараемся направлять или же в Национальную палату, или же мы принимаем поток от Национальной палаты. То есть мы здесь не ограничиваем. Здесь просто я хотела действительно дополнить, наверное, что ни в коем случае это не есть адм-барьер. Вот допустим, что это здесь есть внутри тесное взаимодействие на уровне наших экспертов. Поэтому... То есть если обратиться к женщинам-предпринимательницам и сказать сейчас, если есть идея, приходите в Национальную палату и в банк, либо наоборот, сначала в банк, потом в Национальную палату. То есть мы внутри коммуницируем. Это замечательно. Так, в WhatsApp смотрите. Женщины в кредитовании более осторожные заемщики. Так ли это? Ну это, наверное, к вам, как к банкиру. Да, действительно, это так. Потому что женщины, они всегда очень тщательно взвешивают и принимают решения очень обдуманные и основательные. Мы видим, что они очень, скажем, более внимательны в документах. У них более порядок такой... В порядке все документы и по недвижимости, если есть, и там по уставным документам учредительным. И очень тщательно, вдумчиво читают все условия. Это, в принципе, те признаки, на которые мы, как банк, тоже очень положительно смотрим, позитивно. И нам дают дополнительный комфорт, как кредиторам. Я просто дополню, есть такой один тезис, когда спрашивают, чем это обусловлено. Я говорю, вы знаете, женщина, наверное, берет ответственность в первую очередь за детей, в семье, за домашний быт, за домашний порядок, спокойствие. Женщина внушает доверие. Тимур Скарчич еще говорит, что в бизнесе доверие – это самое основное. Совершенно верно. Три минуты прямого эфира у нас остается. Где взять кредит, кто дает, это WhatsApp, какие условия вы выдвигаете, нужен ли залог. Вот еще самое важное. Кстати, от меня личный вопрос. Часто приходится отказывать, нет? Отказывать приходится, но статистика отказов у нас там менее 10%. Вот по нашим данным. Торговля, рестораны, гостиничный бизнес, салоны красоты и даже СТО. Это тот краткий список, который мы там для себя выделили. На самом деле по этой программе нет никаких ограничений, во-первых. То есть мы не ограничиваем ни по виду деятельности, ни по секторам экономики, ни по регионам. Везде условия одинаковые. То, что касается, где можно получить, обращайтесь в филиалы Народного банка Казахстана непосредственно по месту вашего проживания. Здравствуйте. Какие условия, сколько лет в бизнесе нужно быть, чтобы получить кредит? Мы, в принципе, здесь по этой программе финансируем как и действующий бизнес, так и стартап направление. Все очень индивидуально, да? Все индивидуально, да. Какая гиперая программа. Все зависит от вашей идеи, от вашего бизнес-плана, от ваших подходов. Ну и, наверное, там от вашей кредитной истории как физического лица. То есть если вы как физическое лицо уже где-то кредитовались, и будет видно, как вы обслуживали предыдущие обязательства, то, в принципе, это тоже является фактором предпринятия. Ну и по залогу, да. Ну по залогу, да, действительно, мы беззалоговые кредиты не даем. Мы смотрим на залоги, залоги надо предоставить, как недвижимое, может быть, имущество, так и движимое. Но, опять-таки, нету там жесткого требования, как по стопроцентное покрытие залогами и так далее. Все мы смотрим именно индивидуально. А может быть, нацпалата помочь, если залога нет? Ну а бизнес-проект просто шикарный, например. Мы при этом, опять-таки, применяем механизмы государственной поддержки. Здесь мы очень активно работаем с гарантиями, которые идут через фонд «Дому». Да, да, у нас осталось буквально время. Мы говорим, что стартапы, новый бизнес для нас интересен, девочка или женщина осуществила свою мечту, бизнес, в смысле, свое хобби сделала источником своих доходов. Вот что радует? 50 миллионов, если мне память, свыше 50 миллионов тенге у нас выданы конкретно на новые проекты, на стартапы. Это, я хочу сказать, новые бизнесы, которые возрождаются. Но здесь нужно еще одно отметить. Наша цель не только профинансировать, но и вырастить эту предпринимательницу именно, чтобы через 3-4 года эта предприниматель уже могла обучать других своих коллег. И это возможно только если будут применены также программы обучения уже на площадке НПП. И не надо этого, это игнорировать этот момент. Это призыв ко всем предпринимательцам и активно обучаться. Да, эфир у нас закончился, но вот вопросы поступают еще. Какие обороты по действующим ИП должны быть, вновь ли образованы должно быть ИП и так далее. Я так понимаю, что все можно переадресовать прямо вам и у нас в Паладу, конечно, в Совет деловых женщин. Можно переадресовать и мы на своих ресурсах тоже разместим. Обращайтесь активнее. И еще один миллиард тенге Народный банк вместе с Советом деловых женщин Наспалаты Томикен решили. Вот сегодня буквально это решение было принято. Выделяется нам микрокредитование. Занимайтесь бизнесом. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...